Здравствуйте! В эфире программа о достижениях и провалах в серии ЖКХ «Хэштег уборка» в студии Ольги Данилова. В Саранске обсудили подготовку к отопительному сезону. В Темниковском районе готовят проекты по благоустройству. Экологическая организация «Зеленый мир» организовала сбор батареек в Саранске. Подробности в свежем выпуске программы. В администрации Саранска на оперативном совещании обсудили подготовку инженерной инфраструктуры, в том числе и многоквартирных домов, к началу нового отопительного сезона. Отопительный период 2020-2021 годов завершился 30 апреля. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании приступили к подготовке сетей. Работы идут по графику. По состоянию на 18 июня опрессовано порядка 26% от общей протяженности тепловых сетей. Главы районных администраций сообщили, что обслуживающими многоквартирные дома организациями проводится промывка и опрессовка инженерных систем. Инженерные системы 138 учреждений подведомственных департаментов по социальной политике администрации Саранска также проходят подготовку к предстоящему отопительному сезону. На совещании отметили в этом году показатели по проводимым работам, по промывке и опрессовке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше. Мэр Саранска отметил комплекс мероприятий по подготовке к началу отопительного сезона должен быть завершен к 1 сентября. Иоанна Богословский собор – древнейший храм Мордовии, самая старая сохранившаяся каменная постройка в нашем регионе и объект культурного наследия народов Российской Федерации. Учитывая солидный возраст здания, ремонт – задача первостепенной важности. Он здесь начался недавно на радость прихожанам и служителям. В 2019 году Приходским советом Иоанна Богословского собора по благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия была подана заявка на федеральную целевую программу культуры России. Она предусматривала проведение первоочередных ремонтно-восстановительных работ, в которых старейший храм республики нуждался уже давно. Согласно научно-проектной документации, первый этап, с которого необходимо начать реставрацию здания – укрепление фундамента. Работы начались 21 мая текущего года, в День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Храм на сегодняшний момент не является аварийным, но если не предпринимать никаких усилий, то, безусловно, через какое-то время он может таковым стать. Мы не имеем права это допустить. Поэтому при поддержке митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, на сегодняшний момент при содействии временно исполняющего обязанности главы республики Мордовия Артема Алексеевича Сдунова, мы на сегодняшний момент проводим силами лицензированной, аккредитованной организации, имеющей все необходимые допуски для работы на объекте культурного наследия федерального значения, мы проводим вот эти работы по укреплению фундамента. Крупный генподрядчик, квалифицированная бригада рабочих, самые инновационные методы и материалы, используемые в работе, основные составляющие качественного ремонта. И у Иоанна Богословского собора они есть. Поэтому вся работа планируют завершить точно в срок, к 1 октября текущего года. При этом храм не закрывал и не закроет свои двери для прихожан. На протяжении всего времени реставрационных работ все богослужения, совершения таинств, крещения, венчания и требы исполнения совершаются в храме ежедневно, согласно расписанию. Не только для прихожан Иоанна Богословского собора это является огромным утешением, но и, конечно, молитва людей, приходящих в этот храм, благодарная молитва за эту церковь, за этот Дом Божий, который многие годы, десятилетия и столетия был и являлся утешением для верующих людей, что этот храм молитвами всех прихожан будет восстановлен. На данный момент на объекте снимают поверхностный слой грунта. Он будет меняться на новые необходимые слои, уложенные на георешетку. С помощью колонкового бурения будет укреплен не только фундамент, но и цоколь. Также здесь укрепят контакт фундамента с грунтом, что позволит в дальнейшем избежать трещин и разрушений несущих стен и сводов храма. Кроме этого, в полном объеме будут реализованы все работы по водоотведению, дренаж и гидроизоляции фундамента. Следующий пункт в проведении реставрационных работ в Иоанна Богословском соборе – замена кровли. Для этого приходским советом будет составлена новая заявка на финансирование. Экологический контроль в Саранске состоялись в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия по итогам работы за первые пять месяцев текущего года. На публичное обсуждение собрались руководители и экологи предприятий и организации Нижегородской области и Республики Мордовия. В центре внимания актуальные вопросы защиты окружающей среды. В 2021 году проверками охвачены 100% объектов чрезвычайно высокого, 48% объектов высокого и 30% объектов значительного риска, подлежащих Федеральному государственному экологическому надзору. За первые пять месяцев года только в Мордовии проведено 104 контрольно-надзорных мероприятия. С двух регионов взыскано более 10 миллионов рублей административных штрафов. Значительное количество нарушений по-прежнему выявляется в области использования и охраны водных объектов. В частности, речь шла об обнаруженных в этом году фактах причинения ущерба рекам Алата и Нерлейка. Причина в обоих случаях – сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод. Если брать все плановые мероприятия, которые были спланированы на этот год, по состоянию на сегодняшнее число, все 100% мероприятия плановые выполнены в полном объеме. Причем выполнены с определенным позитивным хорошим результатом. Публичное обсуждение правоприменительной практики – лучшая профилактика нарушений. Природопользователям напоминают о неизбежности наказания, а также рассказывают о новшествах в законодательстве и способах свести к минимуму вред для окружающей среды. Продолжая тему экологии, позаботиться о природе и дать шанс на вторую жизнь уже отслужившей техники может каждый житель нашей республики. Вышедшие из строя телефоны, телевизоры и компьютеры ждут в Мордовском экологическом комбинате. Насколько сложен и многоэтапен процесс переработки узнали Юлия Мамаева и Денис Ноздрухин. Все подробности в их репортаже. Дать вторую жизнь отслужившему телефону, принтеру или ноутбуку фантастика или реальность сегодня в 21 веке – это вполне обычная история. По всей стране работают специальные экологические комбинаты, на площадках которых и разворачивается процесс вторичной переработки. Есть такой и в Мордовии уже больше 10 лет. Каждый день здесь кипит большая работа. Электронные отходы привозят не только со всей республики, но и из других регионов. В настоящий момент мы можем наблюдать процесс разборки электронных отходов. Это бывшая техника, которая была в эксплуатации и потеряла свои потребительские свойства. Техника к нам стекается не только с республики Мордовия. Это и соседние регионы, это Ивановская область, Мария-Эл, Тульская область и другие регионы. Вообще, с 2016 года наша организация запустила уникальный проект по утилизации и экопросвещению. Он заключается в том, что мы бесплатно принимаем технику от бюджетных организаций, органов власти и населения. В так называемой школе утилизации участвует 12 регионов. Это практически 22% населения России. Как рассказывают специалисты, каждый год на эту площадку поступает почти 4000 тонн электронных отходов. Сам процесс переработки сложный и многоэтапный. На этапе разборки работа идет исключительно вручную. Это, конечно, трудозатратный процесс, трудоемкий, но на самом деле он самый эффективный. Потому что именно только в таком случае, при такой технологии, использовании такой технологии, достигается до 95% полезных компонентов в результате разборки. Вообще, процесс разборки достаточно сложный, он многоэтапный. Он включает в себя подготовку, сортировку, как вы уже видели, по ячейкам и подготовку к дальнейшему уже производству. То есть металлы, пластик, это все готовится на дальнейшую переработку вторичной использования. После разборки металл отправляют на металлургические предприятия, а пластик перерабатывают здесь же на комбинате. Пластиковая крошка уже готовый продукт производства. Эти мелкие детали можно использовать повторно. Так что вполне вероятно, в этом мешке пока еще находится ваш будущий компьютер или телефон. В целом вопрос переработки электронных отходов – важная тема для всего человечества. Специалисты отмечают, главное – привить чувство сознательности. Ведь речь идет о сохранении экологии. Для организации выбросить технику – это равносильно преступлению. Потому что электронные виды отходов имеют класс опасности, и просто выбросить на полигон – это невозможно. В отношении обычных людей, ну это дело совести, но я бы, конечно, рекомендовала, и это правильно сдавать в специализированной организации. Мы освещаем данную тему на своих эко-уроках, мы проводим просветительскую деятельность в образовательных учреждениях и учим детей, как правильно поступить со служившей техникой. Там ребятишки наглядно все это видят на презентациях, как техника разлагается на полигонах, к чему это в дальнейшем приводит. И постепенно таким образом мы добиваемся того, чтобы у ребят сформировалось правильное решение о необходимости именно утилизации техники. На Мордовском экологическом комбинате ждут всех желающих дать технике, которая вышла из строя, второй шанс помочь в утилизации готовы бесплатно. Дело за малым не оставаться в стороне и сделать свой вклад в заботу об окружающей среде. Один шаг к здоровью планеты – утилизация батареек. Детская экологическая организация «Зеленый мир» организовала в Саранске семь пунктов сбора батареек, которые расположены во всех районах города. Куда потом отправляются собранные батарейки, узнала наша съемочная группа. В начале 2021 года в торговых центрах Саранска появились красивые зеленые контейнеры, чтобы горожанам было удобно утилизировать батарейки. А небольшие контейнеры для сбора батареек получили все образовательные учреждения. В итоге более тонны удалось собрать усилиями 40 школ в рамках акции «Сдай батарейку, сохрани природу». Пункты сбора батареек организованы на средства Фонда президентских грантов в рамках социального проекта «Город экологической безопасности». Раз в три месяца мы опустошаем наши контейнеры, то есть заполняемость контейнеров в три месяца. Примерно один контейнер заполненный весит около 80 килограмм. Мы считаем, что среди жителей города данная деятельность пользуется большим спросом, большой актуальностью, потому что, честно говоря, даже мы не ожидали, что контейнеры будут обновляться и заполняться настолько быстро и часто. Утилизация батареек после использования – это один из наиболее простых и доступных способов позаботиться об окружающей среде. Многие из нас привыкли отправлять их в мусорное ведро вместе с остальными отходами. Однако поступать так категорически нельзя. Маленькая батарейка содержит огромное количество опасных элементов. Жители Саранска активно заполняют контейнеры. Всего в городе семь пунктов сбора батареек. Сама сдаю эти батарейки, потому что мы тоже им часто пользуемся. Ну, я только за, чтобы это не загрязняли природу и сдавали батарейки. Прихожу часто в торговый центр, и поэтому видно все, что их утилизируют, что их убирают. Я положительно тоже отношусь, потому что этот весь хлам загрязняет природу и накапливается дома. Поэтому можно в продуктовые, даже в школах у нас ставят такие сборы батареек. Это правильно, удобно и нужно. Когда контейнеры наполняются, их отправляют в один из строительных магазинов Саранска, который транспортирует батарейки на переработку в Челябинск. Лето радует нас погодой и прекрасными видами. Расцветает природа, но это еще не все. К примеру, в Саранске вновь во всей красе перед жителями и гостями города предстала одна из самых знаковых достопримечательностей фонтан «Звезда Мордовии» на площади Тысячелетия. Предлагаю прямо сейчас полюбоваться им в рубрике «Без комментариев». Сегодня именно у нас будет высокая сейчас. Я сейчас поклон colюбоч Giant. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...